всем привет ребят как ваши дела как ваши настроения надеюсь что все хорошо у нас тоже все нормально сегодня суббота 3 июня уже уже настало лето наконец-то же знаете как-то резко даже это лето пришло мы с курток сразу перешли на майки весну вообще не почувствовали машка сзади играет на гитаре лёшка тоже у нас на тренировке сегодня у него тренировка завтра у него большой матч который которым я говорила едут другой город и называется нанси от нас два часа и он завтра весь день будет там никак не получается ехать рыжу идет братом по делам я думала что может быть мы поедем втроем как бы но не получается так как у них дела же тоже не будет дома и придется лёшку отправить 1 ну я имею ввиду в автобусе со своим тренером и друзьями но просто миг то из нас никто не поедет плюс завтра тут исправляют день матери я галеку кукур алекс найма вам это будет большим подарком для меня хорошо поиграли займите первое место гаймам эти обещали ну посмотрим а на следующей неделе у него будет матч тоже здесь неподалеку но это уже как бы финал будет перед большими вакансами летними каникулами как бы они уже проведут большой матч финальный в этом году и и все потом посмотрим как что будет ваш тоже 2 июля будет 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 на русском не могу перевести слова купить изюм как раз на русском соревнования ну можно так сказать по гимнастике но я больше думала то что они будут показывать то чему они научились за это время не будут оценивать наверное и как бы перед каникулами тоже чтобы так провести какую какое-то соревнование не знаю я так и не поняла нет просто сказали что 2 июля будет соревнование так они ходят в школу завтрашний день тоже будет посвящен отдыху подготовки к понедельнику потому что он как знаете с понедельника я иду на стаж я буду тут до 6 вечера или до пол что кажется до пол что пока приеду на мужа 6 субъекта будет и поэтому зато на вы приготовите мне не духу за понедельник чтобы спокойно пойти на работу на свою практику и посмотрим как же будет я очень напережно очень сильно нервничаю стресс потому что во первых я уже давно не ходила учиться еще просто вообще никогда не работал и как переживаю но я думаю что все нормально пройдет а сегодня тоже сейчас пойдем за аликом приведем его домой он искупается они пообедают потом лёшка ванюстрить я а мы с мышкой пойдем за продуктами покупаться да это машка вчера принесла вчера оказывается был праздник день пап а завтра день мама и машка принесла там а эти маленькие листики с пожеланиями но ты неправильно и пойдем с мышкой закупаться продуктами так я не хочу так мне лень но надо потому что времени будет еще целая неделя и что по магазинам не ходить каждый день уже сюда куплю что все было должно чтобы так готовить как буду приходить вечером готовить перед сном чтобы на второй день как бы не дал нас было плюс понедельник раз у разу отдых я бы раз ты будешь один дома а я иду работать ему непривычно но надо 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 и вот так играет так особо больше ничего нового пока что пока до недели стаж а потом уже я иду в больницу и 19 июня я начну проходить учебу 19 июня мне начинается учеба я надеюсь что плане как бы будет нормальным и потому что как я буду учиться дома сейчас дети пока школу ходят меня это спасает первое время первый месяц я думаю потому что потому что каникулы начинаются и я надеюсь что они не дадут заниматься я рассчитывала что как начнутся каникулы поеду к родителям как бы там спокойнее будет и смогу нормально учиться но не получается резутом не говорит уезжай но я не хочу его одного оставлять плюс он сейчас без машины без машины а без прав и во первых получается так оставить тоже одного поэтому придется потерпеть пока у нас нет права и когда он уже будет вакансов тоже потом уже поедем к родителям моим это сто процентов как раз когда мы приедем от родителей потом мы идем на свадьбу и уже подготовка к школе к сентябрю так что время быстро пройдет уже начало июня представьте себе время очень быстро проходит и это лет я думаю очень быстро пролетит он даже не заметим и вот так потом уже будем готовиться к школе машка идет в первый класс в этом году в сентябре надо будет машку подготовить школе первый класс уже переходить четвертый класс время летит куда не знаю вчера тоже поехала по магазинам хотела себе обувь взять но ничего не нашла поэтому еще в один магазин зайти в котором я не была и надеюсь хоть так что-нибудь найду ну что хочу такую строгую обувь не именно туфли а ну что такое что можно было бы одеть ну на этот стаж потому что как-то не хочется мне идти в ботуса спортивной обуви как-то мне неловко не знаю большинство сейчас так ходят они сверху сорочкой и брюками и внизу спортивная обувь одета но ну хоть в первый день хочется одеть что-нибудь так классическое чтобы первый день идешь меня в первых никогда не не видели что впечатление хорошее оставить что они не подумали что нам какая-то в общем безалаберная в общем очень сильно переживаю не представляете просто стараюсь не думать об этом но сегодняшний день так быстро пройдет и завтра снишь то же что вообще даже не обратил внимание даже не знал что мне надо приготовить на понятенник не знаю что такое сделать из виды все не так не буду краситься сочи затохнуто у меня что-то здесь высыпала так что решила не краситься не смотря у меня глаза чуть-ка вот так уж можно тушь помазать чтобы ресницы чуть-чуть вверх пошли в общем ребят мы сейчас пойдем за лёшкой и потом уже посмотрим посмотрим что альдом помыться машка с альдом потом покушают которым сам дедушкой заберет алика встреч а я и мария пойдем по магазинам хочу взять тушь помажем тушь на мои ресницы машка иди бота садевай мам нечего пойду малька приведем поиграешь камера включена я мальчик я мальчик а я мальчик и и и м в Все, так лучше же, бедное освещение ужасное у нас, возьми, что хочешь, только сына и сама будешь слушать, да, ты что, да, молодец, они слышат, не переживай, Ричи целый день в поисках мух, нам мухобойка не нужна, у нас есть живая мухобойка, в общем, ребят, пошли мы за Аликом и чуть позже я к вам подключусь, Ребят, мы уже пришли домой, Лёшку привели с рэппи, они сейчас покушали, поужинали, эх, пообедали, куда еще ужинать, пообедали, Лёшка искупался, уставший, потому что они играют прямо на солнышке, очень сильно парит, там солнце на этом стадионе, Удостоверилась, что завтра Алик тоже едет, потому что из их команды только 10 человек едут, и не только из их команды, а из нашего города и по их возрасту только 10 человек едут, Ну, я имею в виду, не все, потому что их много, и Алик тоже в том числе И так что нужно будет сегодня подготовить его сумку, так как они завтра в 7.30 утра выезжают на автобусе, так что нужно мне его пробудить где-то в 6, чтобы он чуть-чуть хоть позавтракал бы, Перед дорогой, пусть ему дорогу надо будет что-нибудь приготовить, чтобы он там смог бы поесть Не знаю, как он будет там на солнце, я думаю, там поставят палатки, потому что я еще не видела у нас на стадионе тоже сегодня и матч у больших, взрослых, И они там подготовили навесы, как палатки, и с ним поставили столы, стулья, чтобы дети могли, наверное, там пообедать, посидеть, ну, когда у них перерыв Я думаю, в том городе так же сделать, потому что такое солнце, я не думаю, чтобы детей отпусили под солнце так сидеть целый день Что же еще хотела сказать, сейчас в 3 часа Алик пойдет, в 3 часа мы с Машкой пойдем по магазинам, и постараюсь вас забрать с собой, покажу, что покупаю и где Прежде чем мы пойдем, хотела бы ответить на один вопрос, мне под последним флоком написали вопрос, на какую профессию я буду учиться Ну, я до этого рассказывала, может быть, не все сейчас это видео смотрели, может, есть некоторые новые, которые еще не поняли Я буду учиться на секретаре бухгалтера, то есть я буду помощником бухгалтера Я не буду учиться именно на бухгалтерию, я буду учиться больше на секретаре бухгалтера, то есть многое чего буду делать я Помощником, в общем, буду Я решила так, потому что я люблю работу с документами, с компьютерами Ну, как бы, пока начну с этого Именно на бухгалтере я все разу знала, если я хочу проучиться на бухгалтере, во-первых, это минимум 3 года Плюс еще нужно иметь дипломы И там потом еще продолжаешь, короче, очень-очень сложно и очень-очень долго А секретар бухгалтера, как бы, я проучилась меньше года, получается Получаю сертификат, диплом, то есть такой же, как, например, если бы я в лице окончила бы то же самое диплом беру Без проблем меня принят на работу с этим дипломом И, как бы, даже если захочу проучиться еще плюс на бухгалтерию, то я без проблем меня примут, как бы, потому что у меня есть дипломы с каперабулом И вот так вот, надеюсь, вы поняли уже теперь, на какую профессию я иду Решила закончить свою профессию, которую я начала когда-то, когда мне было 17 лет Это было 12 лет тому назад, ужас, как быстро меня летит И решила довести до конца, потому что, ну, ничего я испробовала, но все равно в конце вернулась к началу Много на что я хотела проучиться, куда я отправляла заявки Мне когда присылали информацию, то мне как-то уже неинтересно было Был момент, вообще, хотела проучиться на кондитера, но не пошла, как бы, потому что меня туда не тянуло Несмотря я печь люблю, раньше вообще еще больше я любила и пекла И как раз в тот момент я хотела как бы проучиться, чтобы это была моя профессия, чтобы официально свое дело открыть Но я не дошла, потому что как-то меня туда не потянуло И несколько лет я себя искала в разных сферах, но даже хотела, думала, что-то вот сейчас в основном в моде в инстаграме работать Там менеджер чего-то, эсэпэмщики Короче, много профессий сейчас появилось новых, но мне это вообще не интересует, потому что я пересматривала информацию И вообще-то не для меня Поэтому я решила Вот знаете, как случилось? Ведь пока я записалась в эту организацию, месяц назад, даже больше Я думала, записаться или не записаться, записаться или нет Потому что если ты в эту организацию записываешься, то ты должен искать работу и пойти работать Или же учиться, если хочешь учиться И что ты должен сделать, в общем, если нет, то тебе нет, то как бы записывать Поэтому меня выписали и сказала моя стенка И когда вы решитесь уже что-то 100% делать, тогда только в том случае записывайте Ну я думала, давай рискну Я думала, давай рискну и может быть что-то попадется Такое еще не было, что как будто я это почувствовала, что будет что-то мое Я рискнула, зарегистрировалась и зашла в отдел, где поиск ведешь учения Ну как бы там пишешь свои, на какую профессию ты хочешь учиться, что тебя интересует И там тебе показывает, есть ли школы, институты там или же на дистанционку, вот как сейчас я выбрала Но там, конечно же, это все платно Потому что ты, когда в таком возрасте, как я хочешь проучиться на кого-то, на какую-то профессию То ты тоже будешь оплачивать сам Или же у тебя есть какие-нибудь помощи Например, сейчас кто работает, отдельно набирается бюджет Ну там ты можешь или же на права воспользоваться этим бюджетом Или же выучиться на что-то дополнительно А так как я никогда не работала, у меня никакого бюджета нет, вообще ноль И вот это мне было очень тяжело, потому что обучение очень дорогое, если вы сами получите Вот когда ты лице заканчиваешь, с лицея тебе, вот ты отправляешь свои заявки в разные институты, университеты, школы И, возможно, если ты хорошо улучшишься, у тебя хорошие оценки и вообще со школы хорошая характеристика Они могут тебе принять, как бы ты это уже бесплатно Они сами, как бы, ну как сказать, на русском не могу объяснить Ну, в общем, бесплатно обходится это обучение тебе, когда ты после лица хочешь продолжить А такой человек, как я, как бы, или же вот с этим бюджетом, если тебе полагается Или же там нужно посмотреть, если тебе что-то где-то полагается Чтобы тебе помогли не всю сумму платить, а хоть половинку И поэтому для меня было очень тяжело И когда я вот насчет бухгалтерии посмотрела Во-первых, очень дорого и плюс очень долго Ну, конечно же, я бы это не протянула, потому что я... Вообще, здесь есть такая возможность, когда ты записываешься на какую-то профессию, ты должен оплачивать Они тебе предлагают ежемесячные оплаты То есть ты каждый месяц получишь какую-то сумму в течение двух лет Или сколько времени тянется это обучение Но я не могла за это браться, потому что я не была уверена, что я смогу, как бы, доучусь до конца Потому что я думала, может быть, мне не подойдет Я захочу остановиться, а так как я должна заплатить И вот, в общем, я отказывалась И я зашла, там есть отдел на этом сайте этой организации Полумфлан Там написано Обучение Оплачиваемое Этой же компанией Полумфлан Этим же агентством Ну, как бы оплачиваемое И Они как бы долят это Обучение для Студентов Кто Ищет работу Вот, как я Безработный Я зашла В этот отдел Там было 25 профессий Ну, я имею в виду 20 обучений Разной профессии И в самое первое вышло то, что я выбрала Pregraduation Граджуация Краджуация 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 Был написано Это как бы Бухгалтера Но Подготовка К Вот, если я захочу Вот, о бухгалтерию поступить Или что-то Вот, как бы это Надо пройти Пока Потом уже смогу С этим И Я сразу же Заинтересовалась Потом же Помимо этого Ничего подходящего не было Там уже были другие профессии Которые вообще меня не интересуют Я зашла Я прошла Все Я увидела Что это оплачиваемо Этой организации То есть я Ничего Не буду платить От себя Плюс Дистанционно Сто процентов И Никаких стажеров Не нужно проходить То есть Вообще Когда вы проходите обучение Есть моменты Периоды Там недели Две Они тебе говорят Заранее Найти себе Там Магазин Несмотря на какую Профессию ты идешь Или вот Кабинет Бухгалтерии Или же место Куда ты сможешь пойти Пройти Этой Стажировки И мне это заинтересовало Потому что это Во-первых Дистанционно На удаленке Плюс бесплатно Для меня Так что Так как я не хотела Плюс время терять Этот год тоже Просто так Потерять Я решила Выбрать Это И я решила Как бы Подать Заявку Написала Своей Ассистентке Сказала Что я заинтересована Этой Обучением И хочу Как бы Записаться И знаете Вот как по маслу Пошло Как будто Меня Эта профессия Ждала Это Обучение Меня Ждало Чтобы Я записала Плюс Это Обучение Проходит До 2025 года А потом Уже Бесплатно И Вот Так Как я Заинтересовалась Этой Учебой И Отправила заявку Сразу У меня пошло Все по маслу Слава богу Без каких-либо проблем Что там документы Нету Что там Что-то не хватает Или то что я никогда не работала Или там что-то не полагается Нет Вообще Вообще Никакого Никакой проблем Даже я насчет стажировки Сейчас что это у нас в следующей неделе Это я сама захотела Я не могла бы не пойти Но я спросила Если возможно Чтобы я пошла бы Вот на неделю Посмотреть Как это Профессия На эту профессию Как человек работает Вообще Как происходит Чтобы Вникнуть Ну хоть чуть-чуть Вот поработать На эту Чтобы я знала бы На что иду как бы Да Чтобы для архивулок Тоже и учить Осетка сказала Да Это еще лучше будет Как бы Это плюс как бы Для твоей учебы На стаж так же Резу как пошел Узнать Сразу же Сказали Да Никаких проблем Сразу все подписали Даже невестка тоже Как это у тебя все так быстро получилось Я говорю не знаю Как будто Специальное Плюс еще мне Когда вот я записалась На эту учебу С этой школы Мне позвонили Самой школы Ну на какой платформе я буду учиться Позвонила Стенка Мне все объяснила Уже мы должны были собирать Мои документы Чтобы Подавать Как бы Меня зарегистрировать И она сказала Есть ли у вас сертификат Школы То что я в лице Пошла На эту профессию Я хоть чуть-чуть выучилась Ну что Я была как бы Записана в этом лице На эту профессию Я сказала Да По-нормальному Ну просто то что 12 лет прошло с того дня Я говорю Я не стану Если я не с архива Смогут найти это На мое имя Фамилия А ты не переживаете По-нормальному Должны Но я все равно Дома покопалась Нашла Нашла У меня сертификат Тоже нашелся Потому что Без этого сертификата Я бы Меня бы Не записали Просто-напросто Ты должен быть Записан В лицее Доказать Что ты Был записан На эту профессию Или же У тебя должен быть Диплом Окончание На эту профессию Как бы В лицее Так как у меня диплома нет Мне нужен был сертификат Если бы у меня сертификата Тоже не было бы То я бы не смогла Вообще поступить И я это нашла Ну просто то что Дата была уже Того года Еще 2013 год Кажется написано Она не сказала Никаких проблем Но я все равно Давилась того Что попросила мою сестру Моя сестра в этом же лице Сейчас доучивается уже И я ее попросила Она пошла там В секретарию Попросила Чтобы они мне нашли бы Этот сертификат школьный Потому что мне сейчас Рочно нужно Мне все переслали Через электронную почту И я это тоже все Отправила Ну вот так меня Записали Все случилось так Резко Быстро Я до сих пор не верю Что я буду учиться Я так боюсь Я так переживаю Потому что Знаете Когда столько лет Дома сидишь С детьми Как бы Отвыкаешь От учебы Я не знаю Если мои мужики Скучат Я надеюсь Надо их подключить И вот так ребят Так что посмотрим Как что будет Надеюсь Все будет хорошо Очень переживаю Очень переживаю Потому что Сейчас дети В школу ходят Вот это чуть-чуть Ну вот Пока не ходят Я смогу До четырех дня У меня Время есть Также все утро Могу посвятить этому А потом могу Свои домашние дела Сделать Дети привести Уже с детьми быть А вот когда у детей Будут каникулы Просто вот этот момент Я переживаю Ну знаете как Я не могу ее бросать Скажи Там сидите Не заходите Я не знал как это будет И может мне вообще Будет легко Даже сидеть Так просто ходят Во Нужно как-то Будет этот Подстроиться Под это все Поэтому Пока я не знал Как что происходит Что за планем будет С 19 числа Я все узнаю Раз узнаю И посмотрим Будет уже как-то подставиваться Вот такие дела А потом в сентябре Они начнут уже Школу ходить И да уже легче Будет будет Школу ходить И как бы у меня Время будет Сейчас когда каникулы будут Тоже школьные Не знаю Может постараюсь И вообще запишу Центры специальные На неделю-две Чтобы они туда ходили Чтобы там развлекались Тоже с другими детьми Будет веселее И мне тоже будет Свободное время Разве там не говорит Я сейчас На это лето Ну как бы К родителям и все Но Я не хочу Она уже Оставить Я вам это сказала Повторяемся что-то И вот так Ребят Мы уже дома С Машкой В таком виде Я пошла Я убитая Клянусь Мне пришлось Сумки Тащить Быстро Быстро Потому что Я стояла Не на нужном месте Еще Присмашка Думаю Одна была Мне пришлось С ней Все это Понимать Быстро Из-за этого Я покрасила Потому что сумки Поднимала Аааа Ужас У меня ноги Так болят Все болит В общем я с Машкой Я больше никуда не пойду С ней Когда я делаю Во все магазины Максимум два часа Я провожу Мы с ней Провели Больше трех часов Ужас В магазинах Я ничего не засняла Потому что Переполнены Магазины Людьми Так как сегодня Суббота Все закупаются Завтра В день матери Готовятся к празднику Ну кто будет сейчас Барбекю Я подлюблю Завтра В воскресенье Все дома И как видно все решили Одновременно Устроить барбекю Пожарить шашлыки Посидеть И полно людей В магазинах Кассиры тоже работают Очень медленно Не знаю почему Жар на них тоже действует И в общем Пока мы прошли Уф Невозможно было просто Снимать Плюс шумашка Тачку нам туда тащила То это В общем Это была Катастрофа Наконец-то же Я пришла домой Алик тоже уже едет домой Вот Алик пришли Он тоже постригся уже Почему Покажись Какой ты красивый у нас Покажи свою прическу Ну мама А ну Как видно Ты загорел У тебя голова белая Шея Лицо все черное Наконец-то А то жарко У тебя завтра будет На матче С твоей Папахой на голове Маме красавчик Маме красавчик Сова? Угу У тебя Похоже У меня У меня У меня У меня У меня У меня В общем Мы все такие уставшие Алик тоже Пешком Пришли Очень жарко На улице В общем Сейчас я быстренько Быстренько Я сейчас отдохну Покушаю Уберу Все продукты По местам Разложу Попрошу детей Чтобы не помогли У меня пятна на лице остались Красные И потом Хочу показать Я себе купила Обувь Вроде бы В магазине Нормально было На ноге Сейчас я Перекушу Это все Разложу Чуть отдохну И вам покажу Обязательно Напишите в комментариях Если они красивые Красивые Нет Но сейчас Мульти Такого Рискнула Взяла Выбора Не было просто Все Я уже освободилась Еле Уже Начало восьмого Уставьте себе Сколько времени Убираю Это все Я сегодня Купила Валди Вот такой Салат Можно сюда Рус нарезать Фрукты Салат Можно сделать Разный Салат Который Перемешиваем Удобно Я думаю Хотела две взять Но просто У меня места нет Чтоб Это хранить Плюс Прочно Несмотря Классно Магазин Как называется Сейчас Я не посмотрела Это не такой Популярный Магазин Это У нас Салат Ужен Ужен В общем Магазин Ночу Ты смелась Вот такую Я обувь Свечила Сейчас Они в моде В основном Все такие Сейчас Я примерю И вам покажу На ногах Ребят Я хотела На полу поставить Так показано Но не видно Поэтому Решила Перед зеркалом Вот так Вот Эта Обувь Мне удобно Очень Я думаю Неплохо И на такие Джинсы Тоже Неплохо Смотрится Как считаете Напишите В комментариях Обязательно Можно И с белыми носками Одеть Под юбку Под брыджи Сейчас В моде Так Такое сочетание С носками Такую обувь Носить Мне понравилось В период жизни Мне такой Подошвы Понравилась Обувь Вроде бы Неплохо Я думаю Красиво Как раз Одеть джинсовые Брюки Светлые Сверху Можно Что такое Строгая Сорочку Или же Блуску Какую И пиджак Черный У меня как раз Я купила же Недавно Тонкий пиджак И с такой обувью Я думаю Будет очень красиво смотреться Не знаю Мне нравится Алик начал смеяться Потому что ему непривычно Я никогда в жизни Такую обувь не носила Не красиво разве Мне не нравится Почему Ну что не нравится Скажи Такое Такое Тонно Ну мне не подходит Разве Мне не подходит Почему Мне не нравится Что тебе подошва Что тебе подошва Что она такой низкая И то он не губит А что мне сапоги одевать сейчас Чтобы ноги не было видно А подожди А подожди Если нога видна Не подожди Если нога видна И что Что в этом такого Стыдно Да Да Нет Зачем А в сандалиях Как ходят Вся нога видна Я буду сандалии летом одевать И Нельзя Я Это только сандалики А твой старуха Сандалики Эли 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 Я не говорю И не нажала на кнопку Что-то снять В общем Алик Тебе нравится Или нет Мама купила Мама будет это носить Ты должен провыкать Мама скоро будет на каблуках ходить Я не знаю Что ему не нравится В этой обуви Мне очень нравится Напишите в комментариях Как вы думаете Красиво или нет Впервые в жизни Мне такая обувь понравилась Не смотри Я в жизни не носила Ну вообще Кроме Ботасов Я ничего не одевала Мне очень нравится Камань нравится Пусть вы смотрите И все Я шпала Все Ребят Как говорится На сегодня мой день Уже закончился Детей уложилась Сейчас спать Потому что У нас еще девятинет И раньше уехала спать Потому что завтра Олег должен очень надо вставать Я тоже Все должна подготовить Поесть Что-нибудь в дорогу Чтобы он там В обед смогу Покушать Пикник У них там будет Как всегда И где-то в 6 часов Я должна его поднять Чтобы он Может быть он утром Покушать Что-то перекусит Пока приготовить Оденется И чтобы мы спокойно Не спеша Поехали бы Очень начинка Переутомилась Снова Тоже на часом Переутомилась Но Ничего Сейчас хочу Зайти в душ И потом Делать маску Вот эту Мою любимую И потом После душа Как бы Поры Открываются На носу Вот этих местах И Думаю Лучше будет Если после душа Я нанесу эту маску И расслаблюсь Сегодня день прошел так Посвященный Магазинам Так как всю неделю Я буду занята Время Не будет Пойти по магазинам Только Если хлеб Так купить Ну и все Как бы Разве я обувь Показала Сфоткала Отправила Потому что Он пошел по делам После работы Вместе со своим братом И я сфоткала Отправила Им показала Очень красивые Кстати Такие же были Кремового цвета Такие Бежевый цвет И не знаю Может пойти Взять их Тоже Под светлую Под светлую одежду Подойдет Я думаю Под платьицы Как думаете Напишите в комментариях Пойди мне взять Те светлые тоже Или нет Как раз Я прохожу В этом Леклере Там есть один бутик И в обеде Смоку Вперерой Пойди взять себе Пока есть А то потом не будет Вы тут посоветуйте Мне пойти взять Или нет Такие же светлые Я думаю Буду Он очень удобный Мне очень понравились Как раз Вот андетки одену И Очень удобно мне Ходить Нигде не шмет Плюс Подошва такая Внутри стелька Очень такая Мягкая Как подушка И кожа тоже Не давит нигде Очень такая Плюс Очень Легкая обувь Несмотря на такие Были в этом Где видимо Вейджетами Кажется Если не ошибаюсь Очень тяжелые Были Когда в руки взяла Эти такие легкие Я даже удивилась Не смотря так Видишь Они огромные Но Очень легкая обувь И недорого Стоила Я дала 25 евро Представьте себе Поэтому Может пойти Вторые тоже Взять Напишите тоже В комментариях Если мне подошло Или нет Где Светлый свет Подойдет Потому что темный По своему Смотрится светлый По другому В общем Вот так Завтра тоже Заберем Лёшку С Машкой На регби Ну К автобусу Проводим его И вернемся домой Все задохнем Вот Все еще посплют Ну Посмотрим И Надо надо Будем приготовить Что-нибудь Чтобы Один на два дня Было бы дома Покушать Не знаю Что сделать Посмотрим Что-нибудь придумали Алику Дорогу Попросил Фриты Наггетсы Как всегда Что другому Невозможно Дать Ребенку Забрать И два Сэмби Другой Что можно Дорогу Ну еще Такое Несу Можно Приготовить И отправить Деньги Ему Тоже Дан На всякий случай Если Что-нибудь Заходит Чтоб Себе Купил Но Так Говорит Перед выездом Наверное Его Накормят Еще Булочки Круассаны Бывают Кексики С соками Едой Не кормят Просто Сладость Кто Придет Покушает И спать Плюс На следующий день Опять Рано Так как они В школу Раньше Ходить Эту неделю В 7-30 Чтобы я смогла Пройти Спокойно Старше Так что Эти дни Нужно Не высыпаться В общем Ребята На этом Закончу свой Влог Не забывайте Подписываться Кто еще не Подписывался Еще раз Спасибо За поддержку Всем Желаю Спокойной ночи И до скорого Если Вопрос Пишите Обязательно В комментариях Я Возможно Буду отвечать Всем пока Ребята Пока Субтитры сделал DimaTorzok